Здравствуйте, меня зовут Малышева Наталья, я работаю на факультете психологии МГУ, я занимаюсь гендерной теорией, являюсь участницей московской феминистской группы, а еще я практикующий психолог. Сегодня я читала лекцию, в которой меня попросили рассказать об основах гендерной теории. Я рассказывала о том, какие есть возможности у нас сегодня, как мы воспринимаем мир обычно, через призму гендерных стереотипов, через имеющиеся у нас гендерные схемы, а затем говорила о тех возможностях, которые предоставляет гендерная теория, о том, как можно иначе воспринимать реальность, если мы вооружены определенным знанием и определенными идеями. Скажите, пожалуйста, почему вы считаете эту тему важной, почему вы решили проводить такую лекцию? Меня попросили рассказать об этом, но мне кажется, что самое очень важно, потому что сейчас это происходит в рамках проекта, в котором готовят художницы, чтобы они могли осмыслять, феминистки осмыслять идеи в своем творчестве. И поэтому мне кажется, что гендерная теория именно как идеи, которые уже наработаны, это создает определенное пространство, определенный язык, с помощью которого можно выразить какие-то свои переживания, чувства, свой опыт, и осмыслить этот опыт не только как индивидуальный, но и рассматривать его в более широком контексте. Поэтому мне кажется, что теория здесь очень важной будет. А не могли бы вы рассказать про ваше мнение касательно феминистского активизма вообще? Чем мы могли бы заниматься для того, чтобы менять общество к лучшему? Ну, мне кажется, что любое действие сегодня, то, которое поддерживает женщин, которое поддерживает идею активности, это можно рассматривать как феминистскую активность. И, наверное, то, что мне самой близко, то, что называют политика с маленькой буквой «П», то есть то, что касается каждодневных практик в своем окружении, в своей собственной жизни. И для меня, например, самой было очень важно осознать, что и осмысление каких-то вещей, которые со мной происходят, это тоже может быть феминистской практикой, феминистским активизмом. Сама я начинала в рамках как раз московской феминистской группы. Мы начинали как группу просто самосознания. И мне кажется, что эта практика доступна любой, всем, каждой. То есть это достаточно легко организуется и дает очень интересный эффект. Мы сейчас находимся в Москве. Что бы вы могли сказать феминисткам, которые живут не в Москве, а в других регионах России? — Ну, я хочу сказать, что когда мы живем в Москве, нам тоже кажется, что где-то за рубежом происходит все самое интересное и самое важное и значимое. И только ориентируясь куда-то еще, конечно, очень сложно бывает продвинуться в своей жизни и в своем понимании окружающей реальности. То есть действительно, то, что нас окружают, очень различается в зависимости даже в Москве. Это тоже очень негомогенное место, негомогенное пространство. Поэтому, если говорить... Ну, вот я уже сказала, что мне кажется, что группа роста самосознания — это то, с чего можно всегда начать. И то, что не требует, наверное, каких-то сверхусилий, каких-то вложений больших. То есть это когда несколько женщин объединяются и обсуждают какие-то темы, которые их волнуют в свободной манере, создавая пространство доверия, это уже создает то насыщение ощущением собственной активности, разрешения, возможности, которое может потом перерасти в активистские действия. — Спасибо большое. — Спасибо. — Спасибо.